Продолжение следует... 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 еще прожить манам овощи об этом надо иногда думать но это вообще это уже 25 100 и это там тема не говорю по крайней мере ситуации говорят что тело тело будет как совершенного человека твое тело ты будешь с примерно с форме но это будет ты будешь можно сказать совершенным со своем состоянии то есть тело у тебя будет ну как сказать в том твоем лучшем в твоем это 30-летний возраст 30 лет человек как говорится рассвет всего ума сил а потом идет закат уже потихоньку все люди хотят верить желание есть верить а им деваться некуда я говорю какой другой давайте пришел в школу недавно мне говорят что мы сидим такая вот гимназии православная но вроде они считаются я такой уже такой вопрос ну конечно вы знаете что там откуда произошли я уже даже я даже от обезьяны один такой я начал думал посмеялся пошутил шутка такая я такой стоп так тебе я говорю тебе ты довольны будешь от того что ты что ты про прощу что тебя прощу обезьяны что-то внук обезьяны вот представь себе мне кажется мне очень хорошо об этом даже думать я говорю кто думает что он обезьяна то есть это что за чем говорит что я могу делать все что хочу тут другой смысл господь показал что мы можем стать обезьяны если мы перестали потеряем образ божий если мы потеряем этот образ божий в себе вот как мы можем уподобиться богу они начинают а много да все просто очень просто подобие божие заключается в нашем прощении не просто прощение прощаю всех ты прости того кто тебя обидел и обидел тебя очень больно вот его прости и вот это тогда произойдет в тебе такой акт удивительный что ты уподобься богу а как мы можем понять что говорю ну вот что у нас мы будем жить вечно я говорю когда мы смотрим на покойника да у нас душе происходит какой-то очень четко особенно у детей то есть это состояние чувства вечности она вложена у нас уже у всех изначально она потом теряется из-за наших всяких самолюбивых чувств самолюбивых потому все все в самолюбе все обо мне все себе у меня все болит значит все весь мир плохой у меня плохое на страница есть у сих будет должны быть плохое настроение и вот это состояние когда я ношу с собой как струбы и конечно мы поэтому и ходим анечис несчастья с находим потому что мы сам за место в бого поставили себя и все ему сейчас это тострадание страдаем именно от эгоизма. И этот эгоизм как раз отвергнуть себя. Господь там постоянно сказал, отвергни себя. Вот это отвергнуть себя, оказывается, это... Я говорю, мы это не можем выполнить. Взять крест еще надо. Мы говорим, мы еще первую не выполнили, мы еще не отвергнули себя. А нам Господь говорит, возьми крест, а потом еще и следуй за ним. То есть три действия, которые мы не выполняем, мы первую не выполняем. Я говорю, что делать? Дальше что делать? Мы в царство больше не войдем, что ли? Говорю, а это будет самое скорбь наше, что я, Господи, я, оказывается, я грешник только из-за того, что я эгоист. Мы свои проблемы поставили выше всего, а ты посмотри на чужие проблемы, что, оказывается, у людей проблем-то побольше ваших. Но я вас всегда привожу в пример. Я говорю, у тебя проблемы? Я говорю, у них вообще их нет. Вот у человека какие-то проблемы. И то, глянь, улыбается, и то никогда его нету чувства жалости такой вот к нему, как должно вызывать его состояние. Потому что он это перешагнул. Его, Господь ему дает какое-то такое утешение, которое, мало того, еще и является активным, ведет образ жизни. Такой душевный, духовный. Поэтому учись, пока говорит, где Господь? Говорит, да вот Господь в этих людях. Иди, посмотри, приди и вишись, говорят. А где приди вишись? Вот с таким людям приходишь и видишь, что Господь живой. Живой Господь. А они, протестанты, вообще ненавидят это слово. Весовская прелесть для них это просто прелесть. Да ты в прелести, брат. Да ты что? Я там с Богом. У меня один протестант говорит, я выхожу на кухню. И говорю, поднимаю руки кверху, говорю, Бог, ты Бог. И меня тут такая волна, бабах. Я падаю. И прям, и прям у меня в глазах Библия. Открой, а нет, открой и читай. Открой и читай. Илья, пророк Илья, просто отдыхает вообще. Илья там постился, я говорю, а тебе говорю, ты знаешь, пророк, посмотри, как Исаия, пророк Исаия, пророк Илья. Это были такие, можно сказать, аскеты. Они вообще, они, говорю, там, жили вообще под открытым небом. Не ели почти, ничего не пили. Там вообще, это был аскетизм высшей степени. И вот они с Богом, и Бог тогда им являл, и колесница была. Ну, это было после того, как они прошли такой искус. Ну, он там договорился, он там, сейчас 50-ники, они там все, у них там дух там святой, там, там они там накладывают руки, все, они там все, они там все уже священники, они там все уже все могут делать. Ужас. У меня даже в голове не укладывается. Реально, мне очень тяжело это понять. У меня мама один раз пошла. Ее пригласили, она пришла, говорит, мне, говорит, сын, мне стало плохо. Говорит, там стало плохо. Я говорю, они, конечно, они там кричат как-то безумные какие-то, языками какие-то. Там, ну, там, просто бесовщина, бесовщина натуральная. И они считают, что они с Богом общаются. Ну, грозит, даже в голове не укладывается, что Бог так общается со своими чадами. Ну, ты, ну, ты вот, просто я представляю, я прихожу домой, да, и ко мне сын начинает орать по мне. А-а-а, папа! Да ты еще больной, что ли? Ты что? Ты что орешь? Ты что орешь? Я слышу тебя. Бог слышит, мысли наши слышит. Зачем ему кричать? И Господь говорит, я, говорит, вот гром, молния, я... Нет, я не там. Я в тонком дыхании ветра, в тонком дуновении ветерка. Представляете, это мысль. Вообще, что такое тишина? Тишина – это слушать Бога в себе. Первый голос, вот этот шумный голос, вот этот крикливый голос, вот этот нахрапистый голос, он такой весь в нас... Его надо его, как вот, прождать, вот шум вот этот весь, чтобы он утих. Вот это утихает, этот голос, и вот этот после... Он может долго утихать, потому что у нас бурлят страсти, у нас бурлят какие-то недовольства. И потом, после этого, жди, и вот это будет тихое дыхание Бога. И Бог говорит тихо, очень тихо. И понятно, что это говорит Бог, потому что, как ты начинаешь перебивать его, все, внутри перебивать. А вот это... Все, он замолкает. Опять, ну, говори, проговорись, проговорись ты, проговорись. Твое худое, пускай, проговориться, проговорился, потом опять затихо, вроде, и вот тогда, ты что-то слышишь. Это совесть, это называется совесть. Я говорю, вот то, что называется совесть, есть совесть, весь нам от Бога. Она постоянно нам дается, постоянно. И не надо там говорить, я там с Богом, а мы все с Богом. У нас у всех есть голос Бога в нас, это совесть. А сколько людей, вот этих миллионов, миллиардов, они этого духа, они опознать его не могут в себе. Они же не понимают совершенно, насколько тяжело, ну, тяжело его открыть себе, вот этого духа. Не, его распознать сложно. Он иногда, он скрывается иногда за очень добрыми, порой, мыслями, за благими мыслями. Это, это настолько лукавое создание, и это, это настолько вживается в человека, что человек принимает, что это он. И то есть он уже живет с этим. То есть он не может отделить это от себя. Он считает, что это он и есть. И когда начинаешь говорить человеку об этом, потихонечку, что такое, я посмотри, святы отцы, что делали? Они делали, они говорили тебе, о тебе, как о создании Божьем, то, что в тебе есть образ и подобие Божие. И к этому относиться, относиться надо к себе свято. А все остальное, что твой поступок, твои слова, вот смотри, это твой поступок, это ты поступил, но это не ты. Бес, он что делает? Он человек заставляет делать поступки. То есть самое, чем питается бес? Питается вот этой мразью, которая выделяется от этого поступка. Он сделал поступок, и потом идет, от этого поступка идет некая реакция, и вот этой реакцией питаются бесы. Они должны чем-то питаться тоже. У них тоже свое питание есть, оказывается. они просто, то есть они, вот им восторг какой-то от того, что люди там страдают, что люди злятся, вот это им, вот это, вот это, вот это, прям кощунство над людьми, над, над Божьим творением, представляете? И вот когда начинаешь, людям говорят, да это не ты, ты просто сейчас доверься Богу. Бог тебя излечит, если ты только его скажешь, Господь, призовишь его имя, сделаешь там шаг ему, пол шашка к нему навстречу, он побежит к тебе, как отец к своему блудному сыну. И мы, и мы говорим, если мы начнем этот труд делать, то Господь потихонечку, потихонечку нас от этой мерзости все очистит, а это, оказывается, порой всей жизни не хватает. Вот как. Так что, ну, надо вам воевать, раз они к вам заходят, раз они вас, это, пытаются перековать. Они же вас, они все все бросились за вас молиться, сейчас там вся, все эти общины там, сейчас они будут молиться вас, там прям, вообще все, начнется у вас новая жизнь. До этого вы вообще были, вообще, вы даже не представляете, в каком вы были. А сейчас вам, наконец-то, к вам сойдет все, и все, вы поймете, что в темноте ходили. Что надо принять дух святого. Да-да-да, а до этого вы просто даже не представляли. Представляете, я сразу вспоминаю, да, говорит, ты думал, что, а тот свет, который ты считал, что это свет, не есть ли тьма? как один монах вообще молился, 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 да молился, тот ему, говорит, да ты все теперь можешь. Там он говорит, я уже с духом, чуть ли не, там ко мне приходит ангел, со мной общается. А ему говорят, ты остановись, брат, ты что? А ему потом этот бес говорит, да ты вообще всемогущий стал, да ты все можешь, ты все, все, твоя молитва все, услышана у Бога, ты просто наконец получил, ты теперь можешь войти вот в агонию, с тобой ничего не случится. И он вошел в агонии, естественно сгорел. То есть вот это состояние, вот этой прелести бесовской, она конечно доводит людей до, просто, ну до безумия, просто они безумны становятся. Мало того, они начинают ненавидеть всякое, какое-то, какое-то противодействие против них. И если еще аргументировано, то есть они-то считают, что у них-то все уже железно, там в аргументации, они там сами себе наобманывали себя. И когда видят, когда человек разумно, четко говорит, стоп, там вот это, вот это, вот это, вот это, то есть все по Библии, стоп. Останавливает и говорит, и они все, они уже, они не могут, они даже, у них такая первая сразу, принц, они сразу перескакивают вместо на место. Кстати, у Главтихнович тоже такая вещь, он часто начинает перескать, начинаешь там вот об одном, одной теме говорить с ним, он там скажет что-то, но постоянно заметил, он опыт перескакивает, он не до конца, надо идти до конца. Вот ты же встал в одну тему, иди с ними до конца. С ними надо, вот если уж ты встречаешь, то есть, давайте с тобой там договоримся, вот говорить об этой теме. Я договариваюсь, они не понимают. Я же договариваюсь, я говорю, давайте не трогать ни он, ни мощи, ни Богородицу, давайте не будем трогать. Ну вот они, у них прям, у них прям чешется что-то там, надо, у них прям вот серьезно чешется. Они не могут, я говорю, ну вот, это же святые вещи. Вот я, я говорю, я вот вашу маму, я же вашу маму не оскорбляю? Нет, я говорю, тогда не оскорбляйте моих святых. Это же мои святые, вот моя фотография, икона, это фотографии, которые я тоже люблю, фотокарточки. Тоже их целую, прикладываюсь к ним. Это мои дорогие для меня люди были. Они были людьми. Я просто вспоминаю их, память о них, и все. И тогда не трогайте их. Зачем вы? Сейчас вот за последние несколько лет в интернете, видимо, это самое, много таких проповедей и священник, которые много говорят. Видимо, пробило их вот это по поводу икон. Они сейчас на иконы особо не давят. А в основном вот мощи, потом это аскетизм вообще. В общем, аскетизм их вот это вот, и эта тема вообще насмерть, их напрочь убивает просто. Они этого просто не принимают. По сути, такого не может быть, чтобы нам Бог все, нам Бог дает и пищу, и здоровье, и богатство. Ты только бери, бери это и пользуйся, живи по-божески, и Бог тебе все даст. А вы не сказали, что по поводу в раю? Почему же Господь сказал, что плод это не ешь? То есть, все-таки, даже в раю был пост. Как так? В раю даже пост был. А вы говорите, а сейчас мы ушли от этого так далеко, поэтому Господь там говорит, в определенный момент не ешьте. Это и это, и все. А еды-то все, пожалуйста, вообще разнообразие. Вообще постная еда, она оказывается очень разнообразная. Матушка говорит, ты попроще готовь, чтобы у нас, а то у нас постная еда там по 3-4 этих блюда бывает. Ну да, там уж попроще там как-нибудь там рис там, и там соевый соус там, хлеба, и и что-то там огурец, и все. Хотя бы вот что-то просто самое. Чтобы не было у нас излишко. Даже можно в этом, кстати, быть. Чревоугодие это называется, когда много, количество еды это чревоугодие. Но если есть Бог, есть и учение Божие, да? Но не может быть тысяча учений и тысяча богов. Правильно? Мы же можем показать на правильное учение. Вот оно. Господь говорит, выбери правильный путь. Правильный путь, он путь древний. А где у нас еще древние пути? Баптисты самые древние, сколько ему там, 150-170 лет в России. А да, Баптисты самые древние у нас. А вот эти все новоявленные секты, это, мне этот, этот, этот сват начал посылать мне всякие эти материалы про мучеников, я же рассказывал, там, мучеников, протестантов. И я им говорю, а вы вообще историю читаете? Вообще, не надо вообще всегда говорить, ну, почитайте историю. Как только начинался 17-й год, сколько погибло верующих людей, сколько было уничтожено, заживо закопано, сколько епископов было. У нас даже есть икона, новомученики, исповедники российские. И там прям по краям этой иконы прям даже эти, нарисовано, прям вот, как убивали. Кого-то прям закапывали, там, епископа Петра, если не ошибаюсь, его прям заживо закопали. Другого просто закололи штыками. Третьего там вывели расстреливать, он служил, его выводят. И солдатик говорит, ну, это я же сам знаю, он поднимает винтовку его расстреливать. Он видит, в облачении стоит. Он ему говорит, отец, сними, какой-то солдатик все-таки совестливый попался. Отец, не могу это, сними с себя свое облачение. Не могу тебя расстреливать. Вы представляете? И тот, ну, ладно, сынок, давай. Этот уже немолодой снял облачение, перекрестился за своего убийцу перекрестился. И тот его бах, и все. То есть, что было с этим человеком? Был, а может, потом так покаялся, что мы не знаем. Я говорю, почитайте историю хоть нашу, церковь, почему церковь наша, столько жатвы получил. У нас, говорю, после 17-го года столько жатвы Господь снял святых на небо. Вот баптисты и прочие там сектанты, они же попали вот как раз вот под эту жатву, как есть поговорок, колес рубят, щепки летят, рубили православие. Православие рубили, да, 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 да. И там, я говорю, ваши потери, эти потери, может, Господь, я не знаю, говорю, но я точно знаю, что тут путь, который ненавидит именно православную церковь. В протестантской церкви это все церкви, которых можно управлять, всеми ими управляются, а сейчас хотят управлять православной церковью. И у них сейчас, ну, они очень много вкладывают, такие силы вкладывают, что мы, я говорю, нам все это потом откроется. Я говорю, в вашей церкви это не является никакой, вы поддерживаете все, то есть, вся протестантская Америка поддерживает бомбежку, там, Сербии, там, там, уничтожение Ливии, уничтожение, там, Ирака, то есть, это все протестантская Америка, которая все благословляет, пусть там живет благословенная Америка. Поэтому, я говорю, поэтому историю надо немножко к ней отнести, как-то, особенно, к истории христианской церкви, почему она именно, почему Москва взяла ее, этот, эту палку первенства православное, почему, это же тоже не случайно, почему Византии потеряла, там, что же исторически, тоже было все обосновано, и сейчас мы чуть ли не потеряли ее, и мы ее вот, еле-еле удержали, и кто нас подхватит снова, мы опять это не знаем, Господь усмотрит, но другое дело, что, вот она, церковь, где происходит все, вся энергия, как бы злобы, вымещается на православную церковь, и мы все это видим сегодня, только сегодня уже, внутри церкви уже идет, сильнейшее, я бы сказал, противостояние. Эмоции пока не утихло, я прям это, посмотрел клип этот с этим, с протестантом этим, пятьдесятником, и я, мне прям это, как, говорю, какая прям удачная форма общения, то есть вы лежите, слушаете, поправляете где-то, и получается, что, прям, прям четко, он говорит, и сразу себя, прям вот видно, то есть, вот его, вот эту всю, вот эта вся ересь, которая, ну, просто она из него, прям, вы ему говорите что-то, он не слышит, но со стороны это видно все равно, потом вы берете, опа, и комментарий вставляете, вообще идеальная форма для общения, вот прям просто замечательная, он вам, он пытался вас переубедить в чем-то, а получился наоборот эффект, то есть, что клип показывает именно слабую сторону протестантского богословия, то есть, протестантского богословия, как такового вообще нету, и то есть, она рассыпается, самые простые, вы ему самые вопросы задаете простые, а он какой-то, ну, лепит что-то такое свое, вот мне так, вот это, что-то свое, свое у него, все свое какое-то. Учение, которое на ходу, прям придумывает. Вот он, да, вот он в духе, и вот, вы ему прям говорите, вы же к антихристу, собственно, и готовитесь. Вот, это Кеша, это Кеша лысый, поздоровайся, Кеша, это Кеша, вот такой вот Кеша, и здравствуйте, здравствуйте, дядя Сережа, дядя, дядя воевали, кто там, такой, прям не дышит, прям, чего, кто там, кто там, вот дядя, да, это дядя, да, дядя, видишь, какой лежит, лежит дядя, вот такой дядя. Уже говорить начинает, да? Да, уже, а вот Фадейка, ой, привет, Фадейка. Молю, он сейчас будет рассказывать, что там, что там, обрезан, а он показывает, что волосы обрезал, он вообще у нас не говорит, у нас он, у нас он блаженный будет, он только машинку имеет, машина, и все, пока ничего, ничего, я говорю, не всем, не всем же умными быть, а у нас младший тоже не говорит. Вот ему три года сколько, ему скоро четыре будет в мае, а он не говорит у нас, машина только, тю-тю, потю, и все, ничего хочешь, не... Я когда, в общем, еще лет, наверное, двадцать мне было, там у бабушки мои квартиранты были, и он молчал вообще, до пяти лет молчал, вообще ничего, даже не мычал, а в пять лет прям заговорил чистые речи. Потом, сейчас, наверное, болтать не остановишь, да? Ну, я думаю, что это, знаете, когда родители комплексуют по этому поводу, это опасность, они начинают придумывать филологов, ой, этих, как его, дифтологов, там всяких, им деньги платят, лишь бы, а он потом берет, сам говорит, а я говорю, ну, они все говорят, только у них, у кого-то так, у кого-то так развивается, то есть, это, мы, я тут тоже, там, потом, говорят, что ты слушаешь этих врачей, они, им что, им делать нечего, им надо зарплату какую-то платить, вот они там выдумывают, вам надо к дифтологу, нашему, нашему тоже четвертый год, вот так же мычим точно. Ну, вот он типу-типу, и пу, и не, он главное все понимает, он говорит, он все понимает, а вот говорить, обратной связи от него, типу только, типу, как мы его назвали? Патиту? Тип-тап-туп, тип-тап-туп он, мы его назвали, тип-тап-туп, тип-тап-туп. Ну, вот, вот это к чему? Вот это, вот эта форма, мне вообще, думаю, вы прям идеальную форму, знаете, не получается, этого нету, вот этого рынка, базара нету, потому что я, например, впадаю в эмоциональность такую сразу, я начинаю там что-то доказывать, пытаюсь, там, как же вы не понимаете явных вещей там, то есть, что, а вы так спокойно воспринимаете, потом бац, вставляете комментарии, и вообще замечательно, я думаю, что вот это его смутило, что вы вставляете, не то, что там, что-то вы там убрали, а то, что вы вставляете вот эти комментарии, потому что вы не говорите ему сразу, и вот это, я думаю, для него появляется такое сильное, потому что вы же промолчали, вы вроде как бы согласились с ним, и он думает, а его же несет, он думает, во, какое, я думаю, что он себя считает великим, великим 50-ническим этим ученым, он думает, он грамотный, он так грамотный, это видно, что он не совсем уж это, но вот он в этой своей прелести, вот этой, что вот я такой вот, меня несет, Дух Святой, сейчас мне все откроет, и он не различает этого Духа, что у него не Дух Святой, и при всей его, казалось бы, я сейчас думаю, если бы вы с ним ему бы сказали пару слов таких, он бы, это прям вот, его бы сразу был как расколол, Ария расколол Николай Угодник, да? Чем он взял? Да, тот был, обладал такими свойствами богословскими, он там все знал, Ария, это же был умнейший человек, умнейший, и был, он был оратором, он мог, представляете, словом убедить императора, император ему там всех, и сколько епископов он убедил. И тут Николай Угодник просто одним движением показал его суть, что увидели, что в нем бесовское состояние, он такой злобе был после этого удара, видать, что мне бы там смирился, сказал, прости меня, Отче Святой, Дух Смирения в нем был бы, а его не увидели, а увидели ярость в нем, и эта ярость, это именно знание того, что я такой какой-то особенный, что во мне там такие знания, и вы вот этим своим молчанием, это мне так понравилось, он нам такое несет, там думаешь, хочешь остановить его, сказать, стоп, да вы что вы говорите такое, туфту какую-то вы несете, нет, он без колес, у него прет и прет, а вы молчите, опа, комментарий, опа, комментарий, вообще, вам, наверное, Господь вот это и дает эту способность, умение общаться именно с этими, такого свойства людей, с сектантами, то есть это вот именно за их души, потому что я думаю, этот клип многих людей немножко поставил, те, которые, может, сомневаются, и которые ищут Бога, ищут Бога, потому что кто ищет Бога, тот придет к православию, приведет Господь его, а он там еще такую фразу сказал, которую он не заметил, он говорит, должно быть между вами, он сказал, разномыслие, нет, апостол Павел наоборот говорит, что вы мыслили одинаково, а должно быть у вас разногласия, чтобы выявился искуснейший, а он говорит, разномыслие, то есть он даже, им слово немножко небрежно относится, поэтому вот это небрежительное отношение к слову, почему, потому что они не, у них, у них слово не является таким, бережно, потому что слово, Господь сам слово, и если мы переставим к словам, получается смысл другой, мы дадим, вот, кстати, вот, к этому слову губа, ну, я вот, я просто не понял, к чему, ну, хорошо, оно же не меняет смысла, то есть, если они говорят языками вот этими, как раз ангельскими, они говорят, голосовали, то голосовали, это не сложение языковой речи, а язык на губе, это должно быть, как пение, вот такой должен язык быть, а не то, что абракадабра, баммабра, швабра. А, вон что, то есть вы говорите о том, что, ну, про котенка Гав я, я вообще, ну, как вы это, нашли же этого котенка Гав, абракадабра, не понятно ничего, ну, и так хорошо, оно так уместно оказалось, вообще здорово, ну, это вот, так и понравилось про котенка Гав, я говорю, котенок Гав в пятидесятник у нас получается, чтобы нам это дело еще, ну, как сказать, снизвергнуть это такое состояние, нам надо где-то о нем посмеяться, то есть немножко, многие думают, сатана, он очень велик там, он на самом деле очень могущественный, да, но он, как это, это говорит, как это, фраза есть, да, не так страшно ничего, как его умолюют там, да? Это где-то предание, когда будет сатана низвержен со своей армией, вот, ну, туда озеро огненное, то люди увидят, насколько он белок, он как таракан такой, зашоренный весь. Ну, да, а у нас он иногда выражается таких каких-то, и люди придумают себе такого, какого-то, ну, страшного, да, и кто же спорит там, и бесы, но если мы без Бога, конечно, он для нас могущественный, когда как дух, дух, он, что мы можем с духом сделать? Мы плотское творение, мы, мы даже, мы даже у нас там, сердце это у нас лживое, у нас часто мы, мы сами, мы во лжи часто бываем, это надо, это наше, это наше греховное падшее состояние, поэтому это надо всегда, всегда проверять себя, а правильно я чувствую, а правильно я, это надо опять разговаривать с братьями, со всеми, вот, собирать со всех, как бы, а у них это, видите, я так думаю, вот он думает, и говорит, да брат, ты там ересь думаешь, а он никого не слушает, он считает, что у него откровения особенные какие-то. Это, я помните, вам давал ссылку, кажется, Василий Васильевич Семенцов, посмотрите, у него, кстати, о языке очень, я считаю, один из лучших филологов у нас, и он, если найдете, у него есть и видео, и у него очень интересные есть откровения, он вообще считает, что человеческая личность формируется после того, как мы начинаем погружаться в слово, когда мы начинаем изучать слово, как бы этимологию этого слова, то есть он считает, что личность формируется под влиянием этого, то есть мы, познавая мы язык, слово как таковое, мы познаем Бога и формируемся как личность. Это уместно, вот особенно в наше время, я вот недавно с одним мне, ну молодые тоже, ребят, сколько ему там, я не знаю, может лет 25, и вот заходят у молодежи, как дела, ну или как ты, я говорю, а что это значит, как дела, вот, и у нас как бы с ним вот такое, а он не понимает, я говорю, ты хотя бы Достоевского посчитай, вот как раньше люди общались, ну так люди, это не по-человечески, не свойственно человеку спрашивать, как дела, что это за вопрос, как мне тебе отвечать на этот вопрос, как дела, ты мне свою душу открою, я тебе свою душу открою, и на этом мы поговорим, а что это, как дела, а с чего тебе начать, у меня дел вот до сегодня, я не знаю, сколько было, с какого дела начать. Ну, я думаю, знаете, завязка, как жизнь, да, я тоже, кстати, думал об этом, вообще как-то у нас все банально, но это, знаете, это как ключик к открытию души, то есть я начинаю говорить что-то и открываю свою душу, ну а как, а с чего... У современной молодежи, они же начерпались, а ты этих самых, это хороший вот момент, где брат два, наверное, он у нее спрашивает, хаваю, там, а что это значит, а он говорит, как дела, но для американцев это ничего не значит, мы с ней не замечаем. Нет, они говорят, файнт, тэнкс, тэнкс, фу, файнт, тэнкс, они, у них вообще вся, у них 20 фраз можно прекрасно общаться со всеми, 20 фраз, я прям говорю, как белочка-людоедочка из этого, жуть, блеск, красота, парниша, не учите меня жить, все, это точно. К этому идем, собачий язык. А вот, собачий язык, абсолютно верно, как дела, и даже он не будет тебя дослушивать, он уже чем-то своим занимается, зачем ты спросил меня, я, в принципе, как человек серьезный, и начинаю, я же продумал, что мне сказать, на самом деле, это хороший вопрос, по идее-то, я должен сейчас подвести итог, а как дела, на самом деле, как дела, на самом деле, а дела-то у меня совсем никакие, или плохие, или какие-то, я начинаю собираться, пытаюсь ответить, а человек уже отвернулся, и уже неинтересно, зачем ты задал вопрос-то мне тогда, да, вот получается, это, к сожалению, сейчас тоже у нас, я говорю, тогда лучше ты не общайся, зачем, если ты, тебе не интересны мои дела, ты спрашиваешь о моих делах, зачем, ну, задай как-нибудь по-другому вопрос, там, как-то, ну, у нас человек русский, он искренний всегда был, он всегда, если ты неинтересен, интересно, он даже там и не будет общаться, он развернется, и все, без всяких улыбек. Так и называлось, по душам, ну, пойдем по душам поговорим, да? Да, пойдем по душам поговорим, там, да, там, я, да, я согласен, что это все такая формальность, от которой ни пользы никакой души нету, душа не наполняется ничем, пустота такая, и вот эта пустота, вот это сегодня швыряются пустотой, это, как вот, Чапаев пустота какой-то был, рассказывает, у Пелевинши, там, как раз вот что-то подобное, вот эта пустота, вот этот человек мучается от этой пустоты, потому что нету содержания, нету никаких смыслов, нету просто, как человек родился, ему все эти смыслы убрали, и вот сейчас у нас убирают все эти смыслы, нам сейчас говорят, я, кстати, посмотрите этот, посоветую, у Соловьева есть программа Владимира Соловьева, почему убили наше образование, и там очень интересный у них диалог получился, что сегодня определяет смыслы, вот эти, очень здорово, то есть, ну, к нему можно по-разному относиться, к Соловьеву, но, по крайней мере, у него есть такие интересные темы, он выдвигает именно, и там выступал парень, который говорит, а что говорит нам сегодня парить, ну, я, может, индустрирую, что нам сегодня париться, если вошел в Википедию, да, зачем нам эти знания носить в голове, когда это все носит интернет, зачем мне это, с собой вот это ходить, с этой головой, с этими знаниями пустыми, когда я набрал Википедию, и там я все нашел, а что мне надо в жизни, применительно в жизни какие-то знания, я могу там их, этому научиться, как американский, типа, вот чистый стиль, я говорю, а как же, там, а убери этот интернет, все, то есть, вы, вы сказали же, да, как-то, паутина, паутина, это же, это паутина паук, и эта паутина заставляет нас всех думать, мы думаем, что мы думаем индивидуально, это, но на самом деле, ты кликаешь на какой-то там вопрос, и выдает тебе то, что там установили, то есть, ты выберешь именно тот, кто выйдет вперед у тебя, да, ты не будешь дальше там, там, там нашлось по твоему запросу там 2000, ну, 2000 вопросов, ой, ответов, быть всегда вот в этом напряжении, духовно, духовно, в поиске вот в этом, то есть, это не хочется, молодежь сегодня не хочет этого, то есть, это же напряг, ты же ты хочешь, ты напрягайся, ты мучаешься с мыслами жизни, то есть, ты тебя начинает, по сути, штормить начинает от этих вопросов, которые в тебе стоят, и что, лучше, как говорят, лучше не задавать все эти вопросы, и будешь, тебе будет, а в то же время, а как человек может, он же не может быть животным, ходить, есть, пить, спать, что еще, веселиться, что веселиться, от чего веселиться, от чего веселиться, Когда вокруг столько горя, когда вокруг куда ни плюнь, одни горе, одни смерти, болезни. Человек находится в таком состоянии, каком-то... С ума сойти можно. Нормальным человеку нельзя. И пьяным надо быть постоянно, или сумасшедшим. Другого варианта невозможно. А если ты хочешь остаться нормальным, значит, как-то надо обманывать себя. Обманывать как получается? Как обманывать? Значит, надо выдумать себе какой-то мир, иной мир, в котором ты будешь себя чувствовать нормально. Почему дети сегодня прыгают с... Сейчас, знаете, увеличилось самоубийство детей? А закон, по-моему, готовит закон как раз об этой информации в интернете. То есть будут наказывать вот эти сайты все. А при чем вот сайты? Сайты-то же это второстепенно. Это же... Конечно, они работают на чувствах, конечно, этих детей. Они откуда вы дети, которые не хотят жить в таком возрасте? Это значит, что-то там творится с нашим государством. Это творится что-то с нами. Что дети не видят в людях... Что люди или закрыты, или нету ни поддержки. Я скажу, что они не видят. Они не видят как раз во взрослом то, что вот еще было 30 лет назад, к примеру. Что взрослый мог остановить ребенка. Они не видят во взрослых защиты. Вот. И учителей потеряли они. Вот они учатся сами от себя. А как они могут защиту, если сегодня ребенок, поставленный в такое состояние, государство его поставило в такое положение, что взрослый становится бесправным? То есть я не могу даже, извините... У меня раньше учительница у нас могла и указкой огреть, если мы ее довели. У меня был классный руководитель, и она заходила к нам в дом без стука, и перед ней вся семья по стойке смирно становилась. По стойке смирно... Вот и все. Вот вам ответ на вопрос. А, кстати, вот последний был разговор у Соловьева, посмотрите тоже, про нашу... Вот как раз образование... А, нет, смысловые, вот мне очень понравилась их встреча, там этот, Тихон Шевкунов, но Тихон Шевкунов слабенько что-то, там другие люди интересных говорили. Он говорил, что сегодня, если учителя не поставить в такую... Это какие государевы люди были, да? Государевы люди были священник, государев тоже человек считался, священник, врач и учитель. Вот три категории людей, где не работают, а служат. Это люди государевы. И сегодня, если, он говорит, если учителя, учителя не будет, самый престижный вуз учительский, что не будет учителям давать сегодня. То есть такая ситуация нас приведет не то, что к дебилизации. Мы сейчас уже увидим, что дети спрашивают, вопрос задают, прямо там показывают, передача показывают. Продолжите там стихотворение, да? Что-то я лиры добрые чувства... А, что-то пробуждал там. И там просто пробуждать надо было просто сказать. Пробуждал. А они стоят думают. Потом он говорит, да что там, говорит, у нас они в вуз приходят, в вуз с хорошим ЕГЭ. И ему говорят, ему задают вопрос, как отличается Бонапарт от Наполеона. А он говорит, Наполеона круче, говорят. Представляете? То есть они, насколько это... Им приходится сегодня, чтобы поступила они в вуз, им приходится дополнительно делать еще и курсы. Чтобы их хотя бы немножко, хотя бы немножко сказать. А как раз Украина и получилась сегодня, что у них убрали историю. Им за 20 лет просто, им сделали, за 20 лет выросло как раз новое поколение, за 25 лет. Которое подняло на... То есть для них уже ничего, они историю не знают. Они не знают, что они все русские. Они не знают этого. 25 лет это еще было невозможно, потому что они-то еще знали, что они там русские. И там таких вот чистых, чистокровных поляков таких, которые принесли вот эту украинизацию. Она там единичная, там люди. Кто там выходцы из Польши, там их немного. А в основном это русские люди, которые вдруг решили, что они украинцы. То есть это какой-то такой... Какая-то метаморфоза в голове. И все, они подняли на штыки Беркут, они подняли на штыки все это государство. Готовы до сих пор поднимать на штыки, потому что не имеют своего... Не то, что образование, они потеряли свое лицо. Если вот сейчас мы тоже самое хотели сделать из нас, но пока не получилось. Что-то пока еще Господь не дал им. Если человек не знает, для чего живет, то ему смысла жизни нет. У меня такое же было. У меня была дилемма. Если я сейчас не определюсь со смыслом жизни, я с собой что-то сделаю. Там наркотики, там неважно, уйду из этой жизни. Потому что она мне... Она не радовала меня. Я видел, что я становлюсь человеком жестоким где-то. Где-то вообще циничным. Где-то я становлюсь вообще... Если я живу бессмыслом, то есть я просто ем, сплю, то есть что-то такое делаю. Но опять же, опять что я могу делать? Что я могу? Что-то делать доброе? Ну я пытаюсь сделать доброе, но я понимаю, что без Бога опять доброе, это все пустое. Если я сделал что-то доброе, и тут же у меня пришло ко мне такая мысль, сатана, без такой, а какой ты молодец, ох ты какой красавчик, ох ты какой умница, ты такой добрый, да ты оказывается... И у меня что пошло, гордость, все. И все это впустую. То есть мое доброе дело все слилось в унитаз. Простите за... Ой... Ну, ладненько, это серьезная тема, я думаю, мы еще как-нибудь... Я посмотрю, посмотрите, Владимир Соловьев там про образование, и вот про последнее было, про смыслы. Там прямо они интересно, вот эту тему затвинули, смыслы, смыслы. И там прям вот эти либеральные все смыслы тоже, которые нам, которые нам дали эти смыслы, смыслы потребления, вот это смысл, что учитель стал не то, что... Раньше учитель был кто? Это был, это был, ну, Бог, ну, не Бог, но это что-то очень высокое было. Учитель это авторитет был. А сегодня учитель это кто? Сопровождающий. Мы такой, такой сопровождающий, до чего только сопровождающий, до ада, что ли, сопровождать будет этот учитель. То есть сегодня учитель потерял, то есть это тот, который какой-то что-то обслуживает, но не тащит, не ведет ребенку вперед, к смыслам каким-то, какому-то... И поэтому сегодня мы стоим на каком-то изломе, страшном изломе, тектоническом изломе. Я даже не знаю, сейчас куда все это выйдет, но... Ой-ой-ой, нас прямо сейчас ждет очень какие-то потрясения. И они вот идут еще, и мы сейчас находимся в каком состоянии. Это вот сейчас, потом через 10 мы, может быть... Какой через 10? Теперь уж, мне кажется, уже, да, определить это уже будет сложно, потому что, мне кажется, это будет уже длиться уже долго. Россию не оставить в покое, будут ее долбить до тех пор, пока из нее дух весь этот Божий не выйдет. Дух Божий, а если бы дух Божий потеряем, веру потеряем, все, всю Россию бери голыми руками. Мы сами ее уничтожим, своими руками. Так, поэтому, помоги Господи, это очень польза. И я думаю, много... Ой, много людей обратятся, на самом деле, к вере истиной. Да, она не самая приглядная сегодня. И вообще, думаю, что церковь не побежда... Она торжествующая, но она не побеждающая. Ее вид ее очень плохой, очень неказистый. И даже на первый взгляд, что там эта церковь, там она вообще уже... То есть она не имеет никакого вида, как и Господь не имеет никакого вида, не имел. И никто не знал, что он... Сам Бог пришел на землю в такой простом вообще облачении, в таком... Кстати, это и образ церкви. Рваный хитон, сандалии, да. Неумытые ноги, лицо. Неумытые ноги, да. Помните, даже он говорит, я к тебе в дом пришел, ты мне ноги даже не помыл. Помните, он опрекнул этого? А она мне слезами вымыла мои ноги и оттерла волосами. Вот этот меня всегда так удивился, да. Попробуем вымыть ноги своему. А он уже был уже учителем, а и то они ему не вытерли ноги. И он ему... А он это не сказал ему сразу, а потом ему сказал, когда он ее начал... Чебо, она блудница там, она там грешница. Ой, Господи, ну ладно, Сергей, плакон матушке передавать Татьяне. Молюсь о вас, это как могу. Какие мои молитвы, такие... Такое... Уж простите. Ну все, ладненько. С Богом англоконителя, Сергей. Прости, Господи, если что... Простите, если что не так. Все нормально. Все. Да спаси Христос. Прости, Господи.